В подвале этой девятиэтажки по адресу Гвардейская 42А полным ходом идет замена труб, старых и ржавых, на новые полипропиленовые. А в общежитии 14А по улице Квары Цеткин бригада монтеров заканчивает реконструкцию электросетей с установкой индивидуальных приборов учета расхода электроэнергии. В коридорах к тому же появились новые светильники. Нам большая радость жителям, восстановили счетчики. Ребята отличные, работали на совесть. За две недели пять этажей сделали. Сотрудники первого ЖУКа скоро спустятся и в подвал этого дома. Там им предстоит заменить сети водоснабжения и водоотведения. Жители общежития 63Б по улице 9 января ждет капитальный ремонт лифтов. А в поселке Новотираспольский запланирована реконструкция душевых кабин и ремонт фасада общежития. Администрация МУК ЖУК-1 тесно сотрудничает с председателями Совета общежитий и активом общежитий, которые в настоящее время контролируют производство этих работ и также будут принимать участие в подписании актов выполненных работ. МУК ЖУК-1 со своей стороны гарантирует выполнение всех запланированных видов работы. С текущей кровлей жильцы 46-го общежития по Гвардейской улице жили почти 10 лет. И только неделю назад к ним на помощь наконец пришли специалисты. Ремонтно-эксплуатационный участок первого ЖУКа. За качеством их работы жильцы следят лично. Я проверяла на крыше. Ребята очень хорошо делают, добросовестно. По словам директора управляющей компании, все кровельные работы на этом доме будут завершены в течение месяца. Его жители уже планируют новый ремонт в своих квартирах и надеются, что осадки больше не сведут их усилия к нулю. Ольга Канцур, Александр Левицкий, Первый Приднестровский.